здравствуйте дорогие товарищи это самый критический из мыслящих и самый мыслящий из критических каналов на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад сиров и сегодня в выпуске фбк закрыли и доносится страдания кто же теперь будет бороться с коррупцией ну не фсб же которая сажает проворовавшихся уважаемых людей пачками несмотря на то единоросс они или лдпр овцы вот лешенька навальный он да он всегда понимал разницу что когда коррупция у либералов то это вовсе и не коррупция а святая борьба за светлое будущее и с глупыми вопросами никогда не лез это зачем борюсь с кем со всеми за счастье и свободу ну что спорим что это правда или не совсем блехня рубрика простите нас борис николаевич мы все проспали жить стало лучше жить стало веселей это я процитировал свою маму которая именно так и комментирует происходящее которое ей очень не нравится ей как она говорит терять нечего скоро 78 лет и несколько дней назад маме сделали операцию которую она ждала почти год я промолчу про нашу бесплатную и доступную медицину которая не бесплатная по факту и практически недоступная даже в москве и промолчу сколько это нам стоило а тут можно сказать такой подарок всей стране и жить будет еще лучше и еще веселей пишет блогер из крыма александр горный и резюмирует навального и компанию окончательно завалили признав пбк и его штабы экстремистскими организациями патриоты должны стучать в барабаны миллиардеры чиновники их успешные родственники могут выдохнуть а помните они глумились всегда если не путин то кто путин равно россия у ватников культ личности путина неужели кроме него других людей в стране нет какие были прекрасные вопросы и серии про то что сменяемость власти должна быть его позиции да только ее там и близко нет и вот теперь все без навального нет оппозиции вождь великий вождь их покинул учитель и пророк живой бог практически бог него сияние исходит как же это все демократичненько не говоря о том что именно при лёшеньке появился волшебный термин путинские олигархи понимаете олигархи это отнюдь неплохо нет проблемы что кто-то олигарх главное чтобы был нашинский а не путинский вот ровно так лёшенька и работал был списочек олигархов которых принц алекс никогда не разоблачал более того ведь сейчас что скажут он боролся с коррупцией среди чиновников ну да вот только был списочек и чиновников тоже которых навальный в жизни не трогал это нога у того у кого надо нога чубайса например или уже посаженного улюка его или например было очень интересная история того как государственная компания пермоблнефт внезапно обанкротилась под личным чутким руководством лёшенькиного близкого друга никита белых а потом все ее нефтяные активы чудесным образом перешли в частной компании лукойл но вы не подумайте нарушение закона тут никакого не было потому что за этими вопросами в облпрокуратуре лично надзирал родной брат никита белых который кстати тоже перешел в руководство компании лукойл после увольнения из органов вот приняли сына товарища милосердова в кооператив и гараж быстро начал строить какая прекрасная история там есть и олигархи но слава богу не путинские так что лёша ничего не заметил там есть и чиновники правда они нога у того у кого надо нога а такое лёшенька никогда не расследует там есть и волшебный переход нефтяных активов от госкомпании в частную через банкротство но поскольку дело было при никитушке белых то навальный этого как-то не увидел и после всего этого мы правда должны поверить что лёшенька с коррупцией боролся а впрочем многие его хомячки верю и они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта товарищи это был новый выпуск самого критически мыслящего или самого мыслящего критически канала на ютюбе спорим врут ставьте лайки рассказывайте о нас вашим друзьям присылайте в комментарии новые темы для разбора и и до свидос а